Всем добрый вечер! Предоставляю вашему вниманию такой красивый цветок хоризонтема. Если вы будете в Италии, то ни в коем случае не вздумайте подарить букет хоризонтем на день рождения кому-то. Почему? Потому что в Италии эти цветы возлагают на кладбище. Кстати, по-моему, на Западной Украине эти цветы только несут на кладбище. Но это только в Италии и на Западной Украине. В других странах, например, в Японии, хоризонтему считают символом высокого положения. И правом носить одежду из ткани с рисунком хоризонтемы обладали только император и члены его семьи. У моей мамы день рождения 18 октября. И всегда на день рождения мы ей дарили букет из белых хоризонтем. Белые хоризонтемы тоже имеют свой символ. Почему? Потому что белая хоризонтема означает искренность. Ты верь мне, желает сказать тот, кто дарит белые хоризонтему. И говорит это искренне. На языке цветов белая хоризонтема – это правда и приветливость. Желтые хоризонтемы означают предложение руки и сердца. Желтая хоризонтема – это ничто иное, как нежное чувство, хрупкая, трепетная любовь и доверие. Если вам подарили букет желтых хоризонтем, постарайтесь не обмануть оказанного доверия. Будьте искренны, тактичны, честны. Но не торопитесь, слушайте сердце. Оно ваш лучший советчик. Хоризонтема – это цветок осени. И еще хоризонтема – цветок страны восходящего солнца. Япония – это вторая родина хоризонтемы. В Японии очень многое связано с этим магическим и прекрасным цветком. Если посмотреть на герб страны, то тут мы увидим хоризонтему. И это не случайно, ведь именно благодаря хоризонтеме появилась эта прекрасная страна. Именно из острова восходящего солнца не пожелали возвращаться подданные китайского императора. Они создали на острове свое государство и назвали его Япония. Хоризонтемы – это символ мудрости, здоровья и долголетия. А гейши, без которых так же трудно представить себе Японию, как и без хоризонтем. Это еще один символ Японии. Гейша – ее называют пылающая хоризонтема. Это человек искусства. Как Колумб открыл Америку, так и гейши открыли мир цветов. Они не только прекрасно владели искусством пения, танца, живописи, каллиграфии. Они также знали, что такое икебана – искусство составления цветочных композиций. Хоризонтемы служили символом знатности, счастья и считались священными. Этот осенний цветок поистине царского происхождения. Хоризонтема считается одним из самых древнейших цветов на планете. История насчитывает около 3000 лет с момента появления хоризонтемы. Еще древнекитайский философ Конфуции упоминал их в своем произведении лики. Сначала это растение было распространено только в восточных странах. В основном в Китае и Японии. И только спустя века мореплаватели привезли культуру хоризонтем в Европу и Америку. Сиреневые хоризонтемы – это чудесный аромат, но не более. Никакой глубины символики сиреневая хоризонтема с собой не несет. И если вы идете на торжество к другу, хотите подчеркнуть его оригинальность, подарите ему букет сиреневых хоризонтем. А красный цветок – вот у меня как раз красные хоризонтемы. Красный цветок означает «Я тебя люблю». Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и поделитесь этим видео со своими друзьями. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк или дизлайк, если вам в видео это не понравилось, и нажать на колокольчик под видео. Когда выйдет следующее видео, вы будете оповещены. Всех благодарю за просмотр. Спасибо вам за внимание. Естественно, я покажу того, кто внимательно слушал. Смотрите, как он внимательно-внимательно слушал то, что я вам рассказывала. Это наш Мурзик. Он внимательно слушал, как прилижный ученик все. На этой прекрасной нотке мы с вами прощаемся. До новых встреч в эфире. Вот такой красивый букет хоризонтем. А здесь еще один куст хоризонтем. Скоро распустятся. Это у меня хоризонтемы сиреневого цвета. Позирует. Красавчик. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...